Ирина Мирошниченко – актриса, которую осыпают цветами. Буквально. Так было на гастролях в Англии, где показывали мхатовского дядю Ваню. И в Греции после «Трех сестер». Вот такие вот, знаете, соломенные корзиночки. И в них головки гвоздик только. Вот они подходят вот так человеку. Вот раз и вот так. И головки под землю летят. О том, как лучше отметить юбилей, именинница посоветовалась с читателями своего блога, который ведет второй год. Виртуальных поклонников ждет на творческом вечере в родном театре. Уже разослала приглашение. Они все появились мне на последнем спектакле в Амхате, моя дорогая Матильда. Сидели два ряда этих блогеров, которые заранее купили билеты. Они встретились. Без меня они уже потом пошли в ресторан обсуждать. Мне приходит только сообщение их впечатления. Театралом Неофитом рассказывает о системе Станиславского. Преподносит уроки театрального этикета, знакомит с профессиональным жаргоном. Например, адовые репетиции на языке актеров. Это когда два акта объединяют в целый спектакль. Вспоминает дядю Ваню 1994 года. Последний спектакль с Мактуновского и Евстигнеева. Коллаж «День рождения актрисы» в ее квартире – подарок коллег на прошлый юбилей. Снимки со спектаклей Московского художественного театра. На его сцене она и родилась, как актриса, полвека назад. Выпускницу школы-студии «МХАТ» в 1965-м приняли в труппу. Сразу главные роли и партнеры «МХАТовские корифеи». Спектакль «Три сестры» – Ирина Мирошниченко, Ольга. Ее младшей сестрой Машей стала Татьяна Доронина, Тузенбахом был Олег Стриженов. Через год «Чайка». В этой постановке Ирина Мирошниченко играет больше 40 лет. Начинала Маша и дослужилась до Аркадиной. Чехов для нее драматург номер один. Эти слова, эти мысли, этот сюжет, эти образы, они с тобой всю жизнь. В кино пришла еще студентка. И в фильме Георгия Данелли «Я шагаю по Москве» у нее роль Катя, сестры главного героя. Разведчица Галина в картине их знали только в лицо. Первая значимая работа и первая слава. Еще не раз ей приходилось играть шпионок. Ошибка резидента, миссия в Кабуле, агент секретной службы. Брали и на роли иностранок. Ирина Мирошниченко выделялась своей непохожестью на советскую женщину. Одежда, макияж, маникюр. Она будто сошла с обложки заграничного журнала МОД. Притом, что эти журналы тогда и взять-то было негде. Актриса рассказывает, подражала Монике Витте в фильмах Антониони. Вскоре стали подражать ей самой. Мне казалось, что у меня жуткие синяки. Я их вечно замазывала. Прихожу в гримерную, на киностудии «Мосфильм». Она такая большая, там много кресел и все. И ко мне подходит гримерша. Ну, конечно, все уже знакомы, все уже подружились за многие годы, работают. Говорит, слушай, ко мне тут пришла, значит, Ириша, ко мне пришла молоденькая актриса. Села и говорит, знаете что, пришла на кинопробу, пожалуйста, сделайте мне синячки, как у Ирины Мирошниченко. Раз и навсегда, найдя свой стиль, она легко от него отступала, если того требовала роль. В 66-м Андрея Тарковского в фильме «Андрей Рублев» сыграла Марию Магдалину. Так вжилась в образ, что критики с удивлением обнаружили. У нее совершенно библейский тип лица. В фильме «Это сладкое слово свободы» Мирошниченко без сожалений с пепельной блондинки превратилась в брюнетку. На улицах Чили, где снимали фильм незадолго до военного переворота, пиночета смуглую темноволосую женщину принимали за латиноамериканскую революционерку. Я старалась не разговаривать. Это меня спасало. Я каким-то образом пыталась все-таки общаться так больше жестами, улыбкой. Знаете, я сейчас к своему юбилею готовлю, хочу записать одну новую песню. Знаете, всегда хочется что-то новое. И песня – это латиноамериканская. Песня очень красивая. Сначала я ее учила на испанском языке. Потом вдруг я ее нашла на французском языке. Что я захотела, сделать ролик из фильма «Это сладкое слово свобода» именно под эту музыку. И когда стала складывать под эту музыку, вот как мы сейчас уже пробуем соединить, вдруг он оживает другой своей жизни. Неподражаемо женственная в любом возрасте, чуткая, нежная, молодая, даже в роли матери о современной Джульетте в фильме вам не снилось. Ну все, хватит слезать, поедешь с нами. Я не хочу. Я здесь доеду. Ну слушай, ничья. Полдороги по-твоему, полдороги по-моему. Сама актриса всю себя посвятила профессии, отказав себе в счастье материнства. Страшным переломным годом в ее жизни стал 1980-й. После автомобильной аварии у Ирины Мершниченко отнялись ноги всего через три месяца. Едва восстановившись, она снова вышла на сцену. Более того, запела. Это была ее мечта еще со времен учебы в Гнесинском училище, где будущая звезда играла на скрипке. Сейчас одна из главных блондинок советского кино большую часть времени посвящает именно вокалу. Она записала и десятки дисков, дала тысячи концертов. В сентябре на сцене МХТ сыграет подряд в четырех спектаклях. Немного нежности, моя дорогая Матильда, Тортюф и Чайка. Это подарок зрителям к юбилею. А лучший презент ей самой преподнесли в Рик-Явике. Красивейший водопад назвали в ее честь. Ирина. Дарья Ганиева и Леонид Арончиков. Вести.